Детская поликлиника Активисты местного отделения партии «Единая Россия» в рамках проекта «Здоровое будущее» встретились с заведующей детской поликлиникой, чтобы узнать, как проходит диспансеризация, какие специалисты ведут прием, заглянули и в кабинеты, где принимают маленьких пациентов. По вторникам, четвергам и две рабочие субботы у докторов-специалистов мы проводим эту диспансеризацию. Проводим тем деткам, которые мы не успели сделать в те сроки, когда были эти карантинные мероприятия. То есть сейчас у нас проходят месячные детки, проходят годовички, детки, которые у нас поступают в дошкольные учреждения и те, которые идут в школу. Диспансеризация для учащихся 9-11 классов уже завершена. В ходе инспекции врачи поделились итогами и последними новостями. На следующей неделе эндоскопически будут смотреться все пазухи. Носоводка у детей, то есть это диагностика основных патологий у детей раннего возраста, потому что дальше уже проблемы начинаются с ушами, с носом, и это уже тяжело лечить, это уже неминуя оперативное вмешательство. Так мы можем на ранних этапах предотвратить всю эту ситуацию. Теперь одинцовским детям будут делать аденотомию в нашем округе. Ехать в столицу не придется. Для этого закуплено новое эндоскопическое оборудование. Это, конечно, большая победа, я считаю, что и главного врача, и начмеда, то, что они смогли привлечь таких классных специалистов. И доктора эти молодые, у них есть желание. И вот доктор один, который возглавит данное направление, он уже работал у нас год здесь в полиплинике, зарекомендовал себя очень с хорошей стороны, родители его знают. Единороссы, в свою очередь, пообещали подарить мебель для кабинета от Арина Ларингологии, чтобы обеспечить врачам комфортную рабочую среду.